Итак, друзья, мы возвращаемся с вами в доту на матч седап против кат. Первая карта длилась 60 минут, первая разминочная, да, часовая вот эта, теперь она позади. Самый большой вопрос, это успели ли перестроиться команды, потому что первая серия была напряженная и изматывающая. Я вот не уверен, что каты, например, они в добром здравии, потому что они ввели на протяжении 50 минут, наверное, в районе 20 тысяч, и все было закинуто в один момент времени. Это ужасно, это, я уверен, раздражает безобразие. Ну вот, посмотрим. Как думаешь, Морд, есть шансы, что там по морали кто-то просядет или что-то подобное? Я думаю, нет. Здесь все гораздо проще, как мне кажется. Я думаю, кат прекрасно понимает, что они точно не слабее соперника, но это первые там 50, ладно, 42-43 минуты подтвердили. Они били, они должны были побеждать. То, что они там допустили грубую ошибку, такое бывает во втором дивизионе сплошь и рядом, и никто от этого не застрахован. Поэтому они во втором дивизионе, собственно, и играют. Так что мы просто ждем и надеемся, что вторая карта получится. Ну, давай так, за все карты, которые у нас были за два игровых дня, та была самой зрелищной, предыдущая. Она была с интригой, она была с сумасшедшим камбэком. Мы такое любим. Если уж смотреть во втором дивизионе, то нужно смотреть именно вот такое. Без разницы, кто победит. Нам здесь болеть, я думаю, с тобой не за кого. Тут даже из СНГ игроков нет, за которых можно как-то притопить. Видите, у этих команд. Поэтому вот так. Любопытнейшие драфты. Мне пока нравится то, что набрали Седап. Кап это очень нестандартно и в то же время очень рискованно. Снизу все надежнее просто в разы. Там вот тут непонятный Абадон, Милишный в Медузу. И Никс, тоже Милишный, тоже в Медузу, но его хотя бы можно понять. Да, в этом плане я сразу вспоминаю свой первый матч, который как раз перенес из старого патча на новый, когда 7.33 вышел. Мы тогда как раз комментировали, по-моему, второй дивизион Южной Америки. И это было противостояние, первая же игра противостояния Медузы и Абадона. Когда Медуза оказалась сильнее. Хотя Абадон доминировал на протяжении, наверное, долгого периода времени. Но просто потому, что Дуза против Абадона это невероятное что-то. Ты просто на Абадоне приходишь, пытаешься бить, а там бессмысленно. Ты не можешь ничего сделать. Плюс леса стало больше на тот момент времени. Еще много каких-то фишек никто не знал. И, ну, игра немножко так этосково насмотрелась. Особенно сейчас уже. Но, если вспоминать. Тем не менее, тем не менее. Да, Никс Ассасин балансирует здорово драфт. Главное добраться до Дузы, потому что это самое сложное. Из хороших новостей еще есть Абадон против Батрайдер. А, это еще и Медовый Батрайдер даже, да? То есть, лассо нажимаешь в Абадона, Абадон нажимает ультимейт в ответ. Нажимаешь кого-то еще, Абадон дает тебе этому тиммейту своему щит, получается. Прикольно? Плохо только одно. Это Кора Батон против Шеду Демона. С одной стороны, да. Ну, сейчас я слышал, опять Кора Батон может заиграть. Была новость, что, по-моему, тренирует его, а как бы не Найтфолл. Даже такое? Да, да, да. А тут же счастье, Батбум пригласили вместо Execration, которые не могут из-за визовых проблем принять участие. Ну, не знаю, в турике за трилямо я бы, наверное, даже онлайн катал с пингом. При любых раскладах. Ну, не сыграет, если так можно, конечно. Не знаю, опять же, утверждать не буду. Но порадуемся за Батбум, пожелаем им удачи. Крупный турнир с огромным призовым фондом. Нам надо, естественно, пробовать добраться как можно выше, заработать себе ESL рейтинга и заработать денег побольше. Да и на крайний случай, чего уж далеко уходить. Там мажор вот-вот начнется, да. Поэтому это будет хорошая разминка перед мажором. Тренировочка такая. Тут еще вопрос, правда, что ценнее, да. Либо турнир, где ты сразу денежку получишь, или мажор, на котором там какие-то очки. Прямо сейчас очки. Вот конкретно Батбум очки важнее. Им нужна практика сейчас и очки на мажоре. Все остальное второстепенно. Но просто есть ощущение, что они и так заработают просто за то, что они приехали. И если они группу пройдут, они, скорее всего, должны ее пройти. У нас будет достаточно поинтов, чтобы пройти на интернешнл. Нет, группы не хватает. Группы не хватает. Ну, там за группой не дают тебе очков, нужно первый матч выиграть. Да, это если в верхнюю попадаешь. Или по нижней, там, до топ-8 добраться. А, даже такое все, понял. Да, только за 8 я сдаю очки. Ну, посмотрим. Сложная, честно говоря, ожидается катка. Я вот так смотрю на эти драфты, наверное. Вот, с одной стороны, Никс очень сильный персонаж. Никс это поломанный до жути герой. Тем более, Исла играет. Это у нас игрок третьей позиции. Есть надежда, что будет догонный, будет бёрстить он всякие цели. Но я боюсь, что в соревновательной доте не очень хорошо работает Никс Ассасин. Просто, знаешь, потому что всегда сентрики какие-то носятся досты с этим OE Vision, который ещё и не пропадает кружок этот долгое время. Ну, ты же заметил, Никса сначала пикали все активно, а потом он пропал с радаров. Даже против Дузы уже никто не берёт. Ни на саппорта, ни на тройку, ни в мид, никуда. Хотя в паблике такой, ну, толковый Никс, если попадётся. Герой, конечно, на любой стадии, особенно ближе к лейту, становится безумно каким-то сильным. Он, будучи саппортом, шотает людей с догоном. Будь здоров. Он очень интересный. И сейчас он выжигает ману Медузи по-другому. Сейчас это удар с Виндетты, 50% от максимального количества маны сжигает. Раньше это была... Маноберн в обычной смысле был. Сейчас Майнд Флэйр, и он стал, ну, тоже достаточно интересным. Да, да, сейчас ману выжигает тычка с Виндетты, вот эта, которую ты даёшь. Там половина маны сразу, то есть против Дузы это всё ещё эффективно. Просто, опять же, вопрос, как реализовать этого Никса. Ну, вот, но здесь хороший герой для того, чтобы побёрстить их, повзрывать. То есть Батрайдер весьма приятный герой. Без шуток, если игра не заладилась у Андерлорда, то можно его попытаться взрывать. Другое дело, что там будет пайп, скорее всего. Это уже отдельная история, то есть ты делаешь больше лын-ставку такую. Ну, им нужно было что-то против Медузы, да, и их очень жёстко перекрыли. И решили они взять Никса Сайс на себя, якобы, во спасение. Но я, опять же, понимаешь, в чём проблема? Я очень не готов поверить в противостояние Абадона и Шеду Демона. То есть, во-первых, ты на Абадоне, ну, не хочешь качать тогда третью. А как ты на Керри Абадоне без третьей будешь? Нет, нет, ты, в принципе, её максишь, как бы. Вот, поэтому, опять же, не знаю, как оно будет. Вот если бы ещё, ладно, там просто Дуза против Абадона, это просто мои флэшбэки были бы. Но когда я ищу Шеду Демон, я думаю, что здесь очень легко может быть один-один. Если только не будут намного сильнее сейчас седап после первой карты, да. Ну, Медуза такая, с ней попроще немножко заканчивать, чем с Темпларкой, в том плане, что, ну, в принципе, герой такой менее скиллозависимый, и он прощает ошибки. В отличие от Темплара Сасин. Вот, но мне не нравится ещё, что тут все милишники в Медузы, это всегда довольно плохо. Она с милишниками-то справлялась. Да. Во все времена. Связки особые тоже не вижу с котлом как-то, знаешь. То есть даже с идеей того, что мы взяли котла там, чтобы постакать что-нибудь и пойти потом зафармить, кому это всё фармить, кто, как это должно быть. То есть если чакра-мэджик брать в расчёт, то как чакра-мэджик это всё обузить должен? Ну, там хороший, на самом деле, майнфлеер под чакра-мэджик. То есть там 4 секунды ровно кулдауна, да, с замакшенным потенциально 2 майнфлеера. Звучит как имба какая-то. Ну, посмотрим, будет ли реализовывать. Пока неплохо. Я смотрю, все герои, просевшие по хп, то есть всех разминают, особенно тяжело пока на боте. О, а, Д, а проблемы? Это первая кровь для даблкинга. Задувочный тоже есть, и Бигот отсюда живым уходить не должен. Да, с разменом в дастер, но тем не менее, два фрага зарабатывает сейчас господин Аббатон. Марк, больно. Мидит там пока тяжело. Тюбат райдером. Ну, по крипстату, конечно, опять катастрофа какая-то. А это, наверное, предсказуемо. Я не представляю, как Никс, в принципе, должен на линии против Медузы стоять. Я понимаю, как он по игре должен действовать против нее, но она все равно выходит с лайна-то огромной. И ты хоть, ну, я не знаю, как угодно там можешь играть, ты ничего и на линии не сделаешь. Вот видишь, в чем обузная тема. Если ты обратил внимание, карапасы под смейку, это, ну, для Дузы ничего не меняет, но, тем не менее, ты хотя бы стоишь. Многие милишники, в принципе, не терпят змею на любом этапе игры. Ну, типа, да. Это не так плохо, да, как многим, но все равно. Это Медузе никак не мешает, вот что самое важное. Это. Тут, к сожалению, все зависит от того, насколько ты хороший ластхитер, если так это можно назвать. Как ты хорошо добиваешь крипов. То есть, хотя бы просто свое, чтобы иметь. У него 8 динайв с подливой стирани. Так, на боди погиб еще раз андерлорд. Неприятно, но, ребят, то, что вам понравится, так это точно бонус от наших друзей из Нувстор. Заходите к ним на сайт, либо посещайте магазины в Москве, указывайте промокод Dota2 и забирайте скидку 20% на всю продукцию. Так, на медианг, глубокая атака по марку, он пытается как-то на разменяться, но не хватит рона. Будет, будет. Нормально. Вот с котлом, да, точно было неплохо. Но все равно неприятно, да, это соло-килл был для бодрайдера, он еще опыта здесь заработал довольно много, плюс этап игры, четвертая минута, соответственно, мидеры там уже почти пятый будут иметь сейчас, да, да. Ну такое, по крипам пока лучше играют сетап. Вот что можно отметить со спокойной душой. 21 на 8 у Войда, несмотря на неприятную линию с бодрайдером, 21 на 6 у Баддона. Так что свои тот момент и есть. Да, крипстаты наладились, как-то хорошо все стало внезапно. А может и на 2-0 замахнемся такими темпами? Абадон Рейденс. Ну, кстати, я вот читал, что сейчас Абадон неплохой через гарпун. У Абадона всегда была проблема с зацепом, то есть раньше этот герой требовал на коре всегда покупку блинка, но ты так поздно этот блинк покупал. Конечно, Рейденс тебе дает больше в плане фарма, но гарпун тебе позволяет и фармить чуть побыстрее, чем обычно, и быстрее он появляется, чем Рейденс, плюс-минус, и он позволяет тебе цеплять. Это очень важно. Если ты цепляешь, то ты сразу же настакиваешь. С монта ставил, это как работает? Ты притянул, нажал монту, герой в сайленце, все. Потому что, ну, там как раз три тычки плюс одну ты нанесешь с собой вторую. И вот сейчас нападают на андерлорда, очень агрессивно против него действуют, и могут убить, кстати. Могут реально до конца за ним идти. Надо, надо, надо. Не уйти там, фейзы там слишком быстро передвигаются молодой человек. Да там еще и Джекиру, который задувает, там МС просто ноль становится, особенно под проклятием Авернус, да, в два. Но жестко, жестко, пока что Skymag тоже, да, не жилец. Это вообще разнос какой-то, что по деньгам у них? Четыре тысячи Зетверс. Четыре Нетверса тысячи вообще для Абадона. Это очень много, ребят. Он пока выиграл свою линию неоспоримо. Помочь бы как-то еще Уэдспириту, чтобы у него с деньгами было все в порядке. И вот тогда будет совсем замечательно для команды Седап. Потому что на Тобе в целом мы понимаем, что Никсу много не нужно, да, Нетверса. Ты покупаешь догон, ты идешь там, стреляешь героев, вот твой Нетверс, ты сам все это дело забираешь. Но опять же, вот есть один момент, который меня сильно смущает, это Shadow Demon. У него тоже будет Радианс от Абадона. Он тоже будет фармить. Вот поэтому я и подумал про Гарпун. Чтобы находить быстро, да, Шаде убивать первым. И чтобы не было копии твоей с Радиансом. Ну это же самое простое, так скажем. Ну такая штука, что, я так понимаю, он хочет и Радианс, чтобы фармить можно было с дузой на равных, и потом еще в дальнейшем купить себе как раз, ну как минимум, Эхо Сейбер, судя по Викбайо. С другой стороны, там есть люди, герои, которые будут отвлекать на себя Шаду Демона. Ну как минимум, Войт Спирит с Никсом могут попробовать его выключить. Хотя у Никса здесь, наверное, только одна цель, он будет работать только по ней. Поэтому Войт Спирит, Войт Спирит пусть прыгает. Смотри, на топе. Соль. Маны не хватило. Исла! Не рассчитал кнопки. Там тычка с Вендеттой. Дуза без хп, без маны. После подкопа реально просто не хватило на... Второй спелл. Обидно. И котла рядом не было, который залил бы. Грусть. В это время на боте погибает Дастер, но Дабл Кинг отправляться в погоню. И да, вот это самый неприятный момент. Пришел и Эмпи, и душит, душит, душит этими иллюзиями. Так, еще один щит. Нормально, нормально. Дабл Кинг выживет. Это самое грустное. Приходится уходить, что демон в бот, но при этом на топе Дуза все равно качается, чувствует себя комфортно. Батрайдер мит свой тоже хорошо отстоял, даже если там не с точки зрения Крипстата, то хотя бы за счет двух фрагов, которые он имеет. Так, я вот пропустил момент. Марк сместился, да? Напрыгнул на Эмпи. В итоге, что демона забрали. Открывается ли возможность вышку спушить? Снизу... Ну, опять же, сюда надо стягивать большие силы, чтобы этого Абаддона отдыхать. Возможно, можно забирать вышку. Ударь последний раз. Ладно. Три настакал. Стака пассивки. Так, ну ладно. Не сейчас, но, значит, потом как-нибудь. Что у нас там в топе? Вендет откатилась, ману себе принес. Все-таки исло. Да, вот хорошо, что он сразу догон себя берет. Единственная, правда, наверное, тапок был бы не лишним все-таки. Но, видать, понимает свой Нетверс, поэтому рисковать не хочет. Пока как-то так. Ну что у нас тут? 9 минут игры позади. Тысяча Нетверса, что по вероятности победы? 63% дота дает на Сиддаб. Нормально. Вкусно. Мы еще Медузу в онлайне не видели. Медуза, конечно, линию свою не то чтобы разгромила. Просто чуть лучше отстояла, чем Никс. Я думаю, Никса это полностью устраивает. Но мы увидим момент, когда три милишника пойдут в Медузу и посмотрим, чем это закончится. Если Никс найдет способ, чтобы ударить с Вендетты, то будет хорошо. Не найдет. Сейчас Никса самого ударит. Оп, подкоп есть. Не стал он дожидаться, пока тычка с Вендетты полетит. Лассо в итоге получает. Да, маны ему обновили, но толку маловато. Погибается от Кенигс Ассасин. Замаксил он себе все-таки Майнфлэйр. Блин, ну не знаю. Да, я логику понимаю. То есть обычно, конечно, играют через первую, как я знаю. Потому что в этом больше проку. Ты подфармить можешь. Крипов полегче тебе с этим становится. Ты и нападаешь, у тебя дэмэджи тоже больше. Ну, с точки зрения того, что там же как дэмэдж работает. Чем больше ты нанес, по герою, да? Тем больнее будет бить твой второй. Но тут идея, чтобы была про спамка. Просто через котла. Поэтому решил закачать так. Ну ладно, бог с ним. Посмотрим на деле. Рон упадет в конце игры, значит, виноват. Да, Астров шел. Наверное. Через портальчик там убежался. Ой, проблемы. Никс Ассасин в Туапе. Ну пока душит его. Нет помощи какой-то, да? Кропасы будут. Тайминг неплохой. Можно в Вендетту. Даже попытаться убежать. Главное только выжить. Ага. Shadow Poison. Клинать. Заклять какие-то там кидает перед смертью. Никс Ассасин. Забавно это все, конечно. Жаль, не обновляет Valve озвучку как-то. Я уже давно просто слышал, что в доте, вот именно если про русские заговорить, не обновляется какое-то взаимодействие между героями. Уже героев сколько новых вышло, а как-то все равно поддержки нет. Так, снизу нападение пошло на Андерлорда в очередной раз. И телепорты. Он, конечно, долго живет. Тут ультимейт Джакира пошел, и видимо они не осилят, да, его? Как-то можно включиться, там уже хотя бы Бигода забрать, да? Если ни одного, так второго клиента нормально. Дастер забирает себе фраг. Тут такой момент, что Питлорд уже с Вангвардом. И убить его, ой, как нелегко. Кстати, ребят, забыл вам напомнить. Вы залетаете обязательно на сайт Бедвум. Забираете бонус 100% к первому депозиту, указываете формокод DPC3 при регистрации аккаунта и наслаждаетесь победами с Бедвумом. Мало смещения от Марка. Вот к нему приехала сабля. Может быть теперь, кстати, да, есть контакт. Делает телепортацию на верхнюю линию Марк. Так, нападение на MTD не ожидал этого баттерайдера, и все. И пульку ему сразу, ух тыж. Опасный, опасный он. Тем временем тавер на боте сломал дабл кинг. Ну а дуз играет без своего ультимейта. Играет довольно глубоко, но ее, по-моему, все равно найдут. С макем в виндетте бегают. А, нет, 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 они забавились, надо что крипы не трогать. Дронутые думают, нет, дуза в боте, значит. Кто же знал? Так, Никс Виндетте вышел, спалился. Котел закончился, смог с разворота атака. Каты молодцы. Каты не хотят пускать эту карту, эту серию так легко. Было бы странно, если бы они захотели. Правда, да. Мне не хватает взаимодействия с... Войтспиритом Никсу. Вот если Никс будет играть более агрессивно, но при этом не с котлом, а с каким-то... Войтспиритом, вполне себе, вероятно, будет что-то путное. А пока Джакир вывозит под тавр... Ну, Тастер живет, да? Он еще, наверное, развернется. С тяжелой, конечно, ношей, но... МТД? Убрет? Нет, дуза пришла уже. Все. Или не все? Дабл Кинг. С Радианцем говорит, дайте, дайте, тоже хочу подраться. Тем временем, экономика. Помните, 2000 была за командой Седап? Все. Улетучилась с закатами уже. Тайминг, конечно, у Баддона просто потрясающий. Сори, нападение на АД есть. Пришел Никс, дал тычку с Вендетты, с Сайленсом и сразу... Но там догончик уже. Все. Догон, это другая история. Я вот хочу посмотреть, будет он все-таки чисто по Медузе работать или попробовать Шуду Демона разок щелкнуть. Разок-другой, чтобы у Баддона вообще фришная игра была. Ну, они пытаются достать дузу, но как-то это все не очень эффективно. Как ни крути. Вот надо... Блин, я не знаю как. Дуза это самое ценное, что есть у команды кат. Они явно так легко не будут этого героя оставляясь. Во-во-во, вот, пошел, пошел спам, да. Такой, издалека сильно, но прикольно. Нападение на ИМПИН. Тот успел дать Димоне Курш. Но это хорошо, кстати. А Баддон далеко. А Баддон может подойти теперь, если есть желание и подраться с командой. Но с другой стороны, команда-то вообще очень глубоко сражение дает. Это двойка команды кат. В итоге живет Шуду Демон, поставляется Даст, отправляет в Ставерну. Ну, наверное, выживет все-таки Марк, да. Хотя... Что, на развороте хочет подраться? Там стоит, да. Стоится, это ксентряк. Боя, значит, не будет. Или как? Там появился Бадрайдер из лесу. Если я правильно понимаю, выходит Абадон на Медузу, дает Вижен, гонит Бадрайдера. Никс, встреча, скружь МакДак, подкоп есть, Майнфлэйр. О-о-о-о-о. Кто там спрашивал, как Никс против Дузы играет в чатике? Вот вам. Вот так. Надо ударить. Это приоритет номер один. Он ударил. Это самое сложное. Правда, это самое сложное. То есть там тебя пытаться будут как-то контролить, как-то варды ставить под Медузу всегда, чтобы подойти было невозможно. Но когда-то он ударит. А потом, но это ведь еще работает через блинк, да? Типа прыгнул, нажал ульт и ударил. Не сульта, естественно. Да, если у тебя Вижен есть. Да. А вот это уже законтрить простыми вардами не получится. Карапаса. Вендетта. Удаун 10 секунд. Ты смотри, оп. М уже залили, да? Уже было, да. Эх, это я думал с первого раза. Думал, сейчас, со второго. Ну, тычки с Вендетта не хватило. Петлор тоже будет умирать, да. Тут неважно, сколько у тебя хп, я, по-моему, 4000 забивал на Никсе в один прекрасный момент времени. Поэтому, да, тут лейте хороший скейл, поэтому не переживайте, что Никс там как-то может подвыпасть. Этого не будет. Просто часто бывает такое, ты садишься на третью позицию, там, на мид, например, да, вот если у тебя киллов нет, ты выпадаешь. Это правда. Даже герой сам по себе не фармит. Но учитывая, что засолов ради дают больше золота, я почему-то верю, что все будет окей. Крайне мере, мой опыт мне позволял даже без, там, крипов, там, грубо говоря, 60 минут игра, ты, наверное, добил 100 крипов. Нормально. Все хорошо. 700-600 гпм будет. Так, вот он, тычка с Вендетта, нападение. Ну, а, тут, тут мека. Все-то как-то плохо получилось, и Марк тоже подошел, но далековато был. Вроде хороший кусок оторвали хп от АД, но как-то нет, нет. Сики мека. Преимущество растет, Медуза растет тоже, в свою очередь. Так, лассо. Ага, отжекирую решили быть. Тут дабл дамаж, Марк прыгает, сейв имеется, ИМП молодец, но также и Карпасиный молодой человек приходит. Большой дамаж с Мистик Флэйра. Бегот молодец, тоже ответный, но Марку нужно выходить отсюда. Как выйти, непонятно. Пришла Дуза, Стоунгейс есть, Марк проблемы, работает. Резон пульс, но недолго. Дальше. Выкупается Джак... Что? Джакиру выкупается. Печки подкопы от Никса, не терпит пока кого-то... Те не терпит поражение. Каты, хотя Айспас, АД большие проблемы, пытается ТП сделать. Нет! Тебя не выпустят. Гонят Никс, уже двух суппортов. Да, EMP развернулся до Алл Дизрабшин на последнюю ману, Глимер Кейп еще есть. Стоит с Сентриа, сразу один, второй, Сентрик Варды поставили, не выпустят EMP. И в конечном итоге это размен 2 в 3, правильно я понимаю? Да, но там байбэк был слева. Да. Экономически это немножко ситуацию выравнивает, но... Но все равно, мне кажется, Седап сейчас контролирует игру и... Просто обязаны продолжать душить. Нельзя Медузу в лейт отпускать, как ни крути. Я понимаю, что Никс есть и все такое, но... Медуза себя зарекомендовала как очень сильный кор. Никс, Никс, кусь. Хорош. Ам. Ну, не так бы... А, подожди, 50% уже урона в БКБ проходит, И этого хватило. Нормально. Хорошо. Манфлеер супер сильная обилка, конечно. Бовенькая, мягко выражаясь, да. Так. Начинается прессер уже почти под Т3 вышками у катов. ИМП. Димоник Пурш повесил, Сайлен заканчивается. Дагончик и Майнфлор. Ну, что ж тут вы, ребята, как-то не сыгрались. В это время Марк прыгает под мид на Т3, окаменел, Питов Малис, ищет, этого все равно мало. Абадон даже ульт нажал и кажется, здесь может остаться. Не заигрались ли Сидабы часом? 5000 долл то фиксируем за команду Сидаб. Живет Даблкинг вроде как. На Абадоне нормально. А он близко было. Какой догон? Четвертый уже. Хорош, хорош, Никс. Вот главная фишка на Никсея, вот мне кажется, все-таки надо даже выше ее рейтить, нежели чем Абдагонов, это Аганим Шарт. Неважно, какой ты позиции играешь, главное Аганим Шарт как можно раньше себе купить. Но это надо проверять, если честно. Просто сопротивление магии уменьшение 17%, я почему-то думаю, что это больше даст тебе, нежели чем один левел Дагона. Ну, то есть там левел Абдагона 1050 или 1150. Конечно, конечно больше, потому что эта штука скалируется не только с Дагоном и со всем. Да, ну и плюс ты быстрее бегаешь, что, соответственно, дает тебе возможность точно ударить, ну или быстрее ты точно ударишь. Ладно, все, у меня мой мозг кипит. Тяжело формулировать мысли, ребят, надо бахнуть немножечко торнадо, я считаю, да? А то как там 6 утра, мысли в кучу не собираются. Так, ну 7000 золота, кстати, за седап. Замкнулось, конечно, очень-очень, да, и нельзя там справа ошибки допускать. Там, видишь, андерлорд, такой герой, с которым ты хочешь в давление очень играть. В защите у него одна билка неплохая есть, но все равно импакт на этом его будет заканчиваться. Боюсь, что кат могут отлететь реально после... Вон, он. Ай, пропустил. Ты опять пропустил этот эффектный килл. Ну как опять? Первый раз-то я видел, а вот сейчас, да, сейчас я смотрел на Абадона, думал, правильно ли он все делает. Походу, правильно. Пока у тебя в команде бегает вот такой вот жук карпасиный, конечно, конечно, правильно. Правда, на миде что-то происходит, как бы лассо не тратилось. Нажимается лассо теперь от Батрайдера не сразу, но дается, да, хороший щит. Так, ну есть ультимейт, да, у нас у Абадона. Неприятно. Это щиты, точнее, это иллюзии шеду демона уже работают. Демоник Пурш еще на Абадона вешается. Окей, все иллюзии сбил, пришел Маркин на развороте АД. Кабинет разбили, но надо бы выйти, наверное, надо бы выйти. Далеко он находился Никс Ассайсин, сейчас он заберет еще руну себе, классно будет. Ну вот. Пока что Дуза совсем не играет в доту. Не хватает у нее ни статов, ни выживаемости. А, это Манта Сильвер, да, вот такой билд он себе решил выбрать. Интересно. Потому что надо сбивать Абадону все, что есть. И не давать ему льтовать. Ну, кстати, да, да, у них же ведь есть связка героев, здесь это SkyMax с Айленсом, плюс SilverRage тычка Дуза. Вопрос только в том, хватит ли им урона, потому что там 2000 здоровья и Гарпун еще тоже добавят сверху. Это точно будет непросто. Так, скажем. Ну что, Рошана покопили от ребятам с команды Сидап, на это никак не реагируют каты, поэтому это легкие Айленс для Дабл Кинга. Хотя даже удивительно немного, что Абадону оставили, то есть это с расчетом на настроение, полагаю. Дело в том, что обычно, если ты имеешь в команде Свена, Абадона, тебе, как правило, не нужно думать о том, чтобы оставлять им вторую жизнь. У них свое есть. Ну, или, например, в случае Свена, да, ты рейснешься, у тебя не будет ГДСу. Так, Никс Асайсон. Он видит Сентрик, да, у него тут даже два Сентрика стоит, поэтому знает, что соперник точно не видит, но тут гем. Вот. А если быстро убить героя, не пошло, не поехало, бежать. Да, не стал подходить близко к ступенькам ИМП, это стало для него выигрышным моментом. С2 на боте сломано было, а также сломали и Терзателя вражеского Сидапа. 11 тысяч преимущества. Но жутко, на самом деле. Первый раз вижу в действии комбинацию котел Никс, но она мне нравится. Так, нападение есть через Финсгейт, а ну-ка. У Дастера проблемы, Дастера, наверное, уже не стоит спасать, да? Или как? Макропира и Спасы говорят, нет Никса, снимем, видим его на крипах, на Вижене, поэтому подеремся, или что? Тут Даблкинг пришел, два удара сделал, у Батрайдера полхп улетело. Вод Спирит, Эмпи, должен умирать, скорее всего, да? Что-то демон, нет, промахнулся, Вод Спирит, Вод Спирит, Вод Спирит, у него одна жизнь! Ошибочка серьезная от Марка. Так, слышу, Стонгейс также от Скружмак Дака, без фана его оставляет, тем временем, Исла. Даблкинг на месте, у него две жизни, у него их вообще три, если считать еще Бору Тайм. Проблемы, у АД не хватает детекшна, вот, есть детекшн котла, по итогу умирает АД. Подруинили, да? Даже, ну, не сказать, что сильно заруинили, но, ну, вот, как-то наслевали. Совсем страшного ничего не произошло, но, как-то неуверенно немножко. Дебютный матч в этом сезоне, хочется выиграть, где-то волнение, тут еще такой камбэк был, вопреки всякой логике. Так, смотри-ка, еще раз, спрятали Абаддона, миссы пошли, Карапасы не спасают, да, ну, в смысле, не помогают сейчас быстро забрать акта Батрайдера, зато помогают убить Бигота. Тут все хорошо. Ультимейт выбили, правда, из Даблкинга, но это не важно, у него две жизни все еще, да, с Аидисом. Тут, я думаю, сильно порешала позиционка, очень хорошее было местоположение у катов, поэтому они были сильнее в этом конкретном моменте, но это не значит, что дальше будет так же. Риколит Абаддона, если что, он, Скрудж Макдак пришел в бой, у него нет ультимейта, тем временем избавляются от ИМП, на суде, у меня отличный таргет исполнения Марка, подкоп, есть атака, дуза, нужно срочно как-то обновить, но котел далеко. Неважно, забирают Аден, Скрудж Макдак тут тоже все пытается сбежать, и воп-воп, на гарпун взяли, в таверну отправили. Ну и там, да, подъем на ХГ будет. Абаддон может, да, достаточно быстро пушит персонаж. На гарпун, манта, что-то жутко какая-то тема. В прошлый раз, в прошлых патчах собирали как? По-моему, манта башер был бил, тоже радианс, манта башер, и блин потом брали, а здесь гарпун, он сам герой к тебе притягивает, и ты в итоге и забашить его в дальнейшем, там можешь, если купишь себе что-то подобное, и может уже и не обязательно как-то их пашить в такой-то ситуации. Ну все, центр сломали, мгновенно практически. Все еще сохраняется Айидис у Дабл Кинга. Надо дождаться тиммейтов, попробовать подняться и на вторую, ну а что делать еще? Такие моменты, просто нечего больше делать. Единственное верное решение пушить. Да-да, все правильно, надо, надо не бояться, вот это то, что погубило сильно команду КАТ на первой карте, они боялись подниматься на ХГ, думали, да тут плотная защита, давай подождем, одного Рошана, второго Рошана подождем, и все. по итогу теперь близки к выигрышу серии со счетом 2-0, сюда. Опа, мант хорош, а? ЕМП по-хорошему, да-да-да, может не стесняться делать иллюзии из... иллюзии непосредственно, и они тоже будут очень сильны. Так, ну что, котел там в позиции, вышел Батрайдер с Макеева, пытается кого-то быстро взорвать, там вар так и не нашли, ребята, да? Или нашли Батрайдера, ну-ка? Вся команда внезапно у КАТов оказывается в нужное время в нужном месте, Лотос по зданиям, хотя есть Никс с Карапасами, у Марка проблемы, приходится выходить, а еди заканчивается прямо сейчас, команда, дабы, всегда сильно разбита. Да, пытаются выйти, окей. Очень далеко, да, Астер? Это если каты могут перемещаться благополучно по карте за счет Финцгейта, то всегда в такой функции не имеется наличия. Даблкинг, у него не отойдешь, он просто идет на пролом. Окей, ТП нажала, сдулся, здесь все окей, в порядке. Немного ДБКБ не хватает Даблкингу. Дуза без ульта сейчас. Это на только только сильвера берет. Ой-ой-ой. Когда мы говорили, что на сильвер выходит, мне кажется, минут 5-6 назад. Ну, 5, да, где-то прошло. Кошмар. Просто Дуза уже даже войд спирит обогнал по фарму. Вот это очень дурной знак. В принципе, вот в такой ситуации можно даже сильно и не спешить команде Сидаб, потому что у них все хорошо. Они реально круто перефармливают карту, а справа у тебя только один боевой кор. Батрайдер не выйдет здесь с каким-то убивателем. Поэтому можно подождать. Ну, правда, Дастер немножко ошибается. Есть, в принципе, рядом Даблкинг. Он дает ему все-таки щит. Тот живет за счет Иула. Идет вперед на ЕМП. Нужен детекшн, детекшн на ней имеется под рукой. По итогу, один Даблкинг. Команда Блистс, да, Хелпи, вот, вот, ребята. Но уже надо выйти. Зариколили котла. На, у него гем. Ой, котла, господи Никса. Зариколил котл. Ладно. Смог теперь от команды кат. Ой, Никс Ассасин, как он мешается, но БКБ у него нет. Сейчас минус гем будет, минус никс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же они так все не вместе? Не как команда, ребята. Не знаю, волнение какое-то может сказываться. Нет другого объяснения этого. Так, смотри, иллюзии для Абадона. Если подтянуть настоящую дузу, потом еще манту нажать, видно, где настоящий, нет, решил на шеду демон напасть. Хорошее решение. Тут тебе и айспас, сразу быстро забрать шеде, стонгейс нажимает, дуза, кстати говоря, нет, Абадон окаменел, нультимейт свой пробил в ответ. Как быть дальше? Марку неприятно, но не смертельно. Батрайдер крутится, вертится, без БКБ в таверну улетает. Ну, у нас грузмат приехал, судя по всему, медуза, 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 осилить, конечно, отлично, ремнант был, поймали АД, убили, также еще и Бегода, на самом деле, похоже на ГГ, потому что байбэку, у дуза нет, и есть только байбэк, у бадрайдер и скаймаг, а там, центра уже нет, поэтому, господи, как гром, говори, почему это с иллюзией, ведь так работает, такой крепкий похоронный марш, в отношении базы катов, ну ладно, все, получается, ми крипы, или как, 15 секунд, надеются на чудо, сдаемся, выходим, или не сдаемся, не, не, бараки, бараки, подефы, скорее всего, или, или не успеет, ха-ха, ха-ха, не успеет, там есть все, что нужно, драку-то еще одну дадут, конечно, сюда забрали, мег крипы уже есть, финсгейт стоит, готовы, готовы принимать гостей, ребята, потом пошел, давай, говорит, сейчас сам тебе приду, лассо, в это время не кса вытащили, кружмакдак, помочь, как-то, айспас есть, манта в запасе, главное, чтобы как-то еще хп, мана хватило, дабл кинг, дальше лупит дузу, дуза, 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 без маны остается, и без лица, погибает она, байбек у нее тоже нет, после респауна деньги забрали, по итогу АД, манта, АД тоже не живец, хотя, 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 нет, казалось, никаких, хотя он под фонтан идет, дабл кинг не остановить, дабл кинг, дальше третьего, мтд тоже может забирать, заканчивается бурутайм, нужно выйти с хайграунда, в смысле, с фонтана, разумеется, в это время, похоронили мтд, и, это оно, ребят, да, принимает свое поражение кат, и таким образом, в рамках этой серии, со счетом 2-0, седап забирают очки, ну, вторая классная, мне седап, знаешь, чем понравились, опять же, не с самыми стандартными решениями, своим подрафтом, они, вот у них есть стратегия, хотим сыграть на Абадоне, Абадон в первой стадии поехал, у них, есть такая типичная, очевиднейшая, контрамедуза, которую, ну, на более высоком уровне, реализовать в разысканной, сложнее, особенно с третьей позиции, это Никс Асасин, пожалуйста, сыграли, молодцы, показали, как это может работать, и, в общем-то, нет, я не говорю, что эта команда, там, будет претендовать, 100% на какие-то высокие места, но, то, что они симпатично играют в дот, это факт, за ними приятно смотреть, это согласен, абсолютно, в этом плане, я даже в целом бы, выразил симпатию командно 2-го дивизиона, потому что, многие из них, они не стесняются, пробовать что-то свое, то есть, как у нас было с Wildcard, да, где они брали себе снэпку на позицию 1, как у нас было вот седа, где они вспомнили про Абадона, и попробовали, и получилось, это круто, это удивляет оппонента, и плюс это, ну, каким-то старым вайбом доты отдает, потому что сейчас, в принципе, все, наверное, команды Тер-1 сцены, они играют больше про мету, да, показывает там какая-нибудь условная, предположим, да, тундра, что-то новое, и все, это разлетается по всем пабам, это разлетается по всем командам, и там, следующий, следующий месяц ты смотришь только на то, чем играют эти ребята, то есть, есть какой-то законодатель моды один, он там показывает, что вот так вот можно, Медузу на 3, например, взять, да, и люди пробуют, а тут как будто каждая команда с чем-то своим пришла, вот это очень здорово, это реально мне напоминает времена, когда команды приезжали на какой-то локальный турнир, ну, так, в принципе, и сейчас работает тоже, да, и показывают что-то, вот каждое свое, и потом это все суммируется в какую-то кучу, ну, здесь, здесь типа просто сигнатурки у каких-то отдельных команд, и все, это вряд ли будет потом как-то хвататься на какие-то хайлайты, и команды другие будут пробовать что-то подобное, поэтому, прикольно, классно, я очень рад, вторая карта получилась динамичная, очень активная, видно, ну, и я очень рад тому, что нам показали, как играется Никс Ассасин в 5 на 5 доте, тут, конечно, была комбинация с котлом, но, тем не менее, было здорово, потому что не всегда ты на Никсе сможешь 5 на 5 доте прийти и дать тычку с Вендеттой, и как-то взорвать героев быстро. Ну, я соглашусь, да, стратегия классная, на первой карте тоже ребята героический камбэк совершили пока, это самый крупный камбэк во втором дивизионе, надеемся, что не последние таких матчей будет больше. Следующий игровой день у нас послезавтра, если я не ошибаюсь, поэтому там тоже вас всех ждем обязательно, в то же время, там два игровых дня подряд у нас будет, два дня подряд, так что, готовьтесь, заряжайтесь вместе с Торнадо, вместе с нами, если вам нечего делать по ночам, и вы при этом очень хотите посмотреть киберспортивную какую-то доту, то залетайте и смотрите Америку вместе с нами. Все правильно, ребята, на самую инновационную доту приходите посмотреть, такого вам другие регионы не покажут. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, подписывайтесь на все социальные сети Фессуры, также на нас с Марталисом, как минимум хотя бы на Твиче. Спасибо всем огромное, всем, кто смотрел на с самого начала, спокойной вам ночи, сложитесь спать, доброе утро, если вы только проснулись, приятного дня и хорошего вечера всем остальным. Всем пока!